Коммунальные и экстренные службы КОМИ работают в режиме повышенной боевой готовности. Морозы отступают, но ненадолго. Как республика справляется с низкими температурами, выяснил Евгений Ракин. Когда столбик термометра опускается ниже минус 25 градусов, энергетики переходят на особый режим. В этот период нагрузка на линии электропередачи возрастает в разы. Только за последнюю неделю в КОМИ зафиксировано 7 отключений и все оперативно устранены. В вторую неделю введен режим повышенной готовности. Это значит, усиленные бригады дежурят, только дежурят, ничего не делают. То есть ремонты мы все прекратили, обслуживание тоже прекратили. Делаем только плановые обходы, наблюдаем за своим оборудованием, за состоянием линий. И готовы в любое время, когда случится, в любое время дня и ночи, выехать и ликвидировать те неприятности, которые могут возникнуть. Тепловые электростанции сейчас работают в напряженном режиме. Впрочем, серьезных проблем с подачей горячей воды и тепла пока нет, говорят в филиале ТГК-9. В КОМИ к зиме подготовились хорошо. Подвели лишь соседи из Архангельской области. Последнюю неделю происходят какие-то сбои в системе Архэнерго. Поэтому наши станции Сосноводская ТЭС, Вархутинская ТЭС-2 грузятся на максимум. Мы эту нагрузку выполняем. Температурные графики выполняются. В морозы резко выросло число пожаров. За две недели 67 возгораний. Основная причина – неправильное использование обогревателей и неисправность печей. Львиную долю почти каждый третий пожар – это неисправность печей и дымоходов. Вот именно этот длительный период низких температур дал то, что печи просто люди перекаливали. То есть длительная топка печей в интенсивном режиме дало то, что при нарушениях при строительстве печей слабая разделка, отступка позволила нагреться деревянным конструкциям. Это в основном деревянные конструкции жилых домов. На дорогах Коми тоже стало опаснее. Количество ДТП резко возросло. По мнению сотрудников ГИБДД, дело не столько в погоде, сколько в автовладельцах. Водители не прогревают транспортные средства, свои не очищают от снега и от льда, который и не покрывает стекла. Обзорность уменьшена. Также водители торопятся, двигаются на холодных машинах и все-таки в морозы она менее послушна. Представители экстренных служб просят жителей республики быть особенно внимательными в периоды низких температур. Морозы отступают, но ненадолго. Нынешний февраль, как прогнозируют синоптики, будет холоднее обычного.